Тема, которая уже не первый день, звучит буквально из каждого краснодарского утюга, не подавающее содержание животных в сафари-парке. Мы тоже об этом говорили, писали на сайте и в социальных сетях. После очередной публикации о том, что краснокнижные орлы и африканский лев живут там без разрешительных документов, в нашей редакции в пятницу буквально оборвала телефон женщина, которая представилась адвокатом сафари-парка и даже угрожала судом. Но имени своего она не назвала, от нас она требовала опровержения. Мы на стороне правды и готовы во всем тщательно разобраться. Она нам прислала фото документов, как в печатном виде, так и написанные от руки о том, что якобы ряд редких животных и птиц, в том числе орел степной, в сафари-парк передали представители Краснодарского краевого клуба защиты животных еще в 2007 году. На основе фотографий этих документов мы сделали запрос в краевую прокуратуру. Нам рассказали, что при проверке оригиналы документов на этих животных не нашли. У руководства сафари-парка нашелся ответ и на это. Сгорели в пожаре в конце 2018 года и только сейчас их якобы восстанавливают. Но так или иначе нарушение уже зафиксировано. В любом случае, в настоящий момент он уже нарушает законодательство тем, что у него отсутствуют эти документы. Соответственно, время у него есть, но в любом случае он будет подлежать привлечению к административной ответственности. Кроме того, установлено, что имеется нарушение ветеринарного законодательства при оформлении документов на продукцию, направленную для кормления животных. Сейчас материалы проверки направлены в Росприроднадзор по Краснодарскому краю, Республики Адыгея, а также Департамент ветеринарии. В течение двух недель будет известен результат. Мы продолжим следить за развитием событий в этой истории.